здравствуйте наконец-то я установил камеру заднего вида смотрите камера есть сейчас покажу как работает вывел я это все на зеркало заднего вида поставил накладочку и еще плюс это , все с регистратором сейчас покажу как все работает опять же таки как это работает когда мы включаем заднюю передачу нас включается фара белого света сюда на этот провод на эту лампочку грубо говоря выводят камеру заднего вида и когда мы включаем заднюю автоматически идет питание на камеру и она включается и показывает монитор у нас показывает сразу автоматически ну что происходит сзади мы выключаем заднюю передачу автоматически понятно отключается камера заднего вида смотрите самое интересное да как мы включаем заднюю передачу сразу автоматически включается камера заднего вида причем показывает она довольно качественно смотрите сдаю назад то есть все видно причем видно очень далеко, то есть, да, там надписи, конечно, сзади не прочитаешь, что там на стене, но туда, я вам камеру поверну, смотрите, где у нас стена, да, то есть видно очень далеко, то есть, если сзади где-то какое-то движение есть, то все хорошо видно, людей видно, разметку видно, все как бы классно. Выключая заднюю, отключается. Включается задержка где-то, ну, секунда-полторы. Вот сейчас раз включил, включилась камера. Плюс это все еще завязано под регистратор. Если я хочу вывести изображение регистратора на монитор, то у меня здесь есть вот такой вот переключатель я здесь переключаю кнопочку и включается камера уже впереди но приоритет стоит сейчас на камеру заднего вида я сзади смотрите снимаю и сразу автоматически включается регистратор показывает что впереди я здесь видите можно его регулировать там немножко да выше ниже я его поставил сверху здесь есть черная полоса вот видно я так поставил чтобы с улицы не было видно что там вообще стоит регистратор если смотреть отсюда кажется что это обычное зеркало вообще стоит но если смотреть ну понятно сзади Да, вот я вам сейчас покажу сзади То видно, что это накладка Причем накладка у меня хорошо так стоит Черная полоса прикрывает и не видно с улицы Как бы накладка, не накладка, есть регистратор или нет То есть это очень удобно, кстати Что оно не видно И вот очень удобно, что прикуриватель свободный Обычно здесь включен регистратор А здесь регистратор у меня сделан так, что Прикуриватель его включать не нужно, но все стационарно И он постоянно свободный Можно мобильный заряжать, ну либо там навигатор подключить То есть прикуриватель всегда в свободном доступе Это очень удобно Сейчас видите, у меня регистратор пишет, я включаю заднюю передачу и автоматически включается сразу камера и приоритет стоит понятным на камеру. Когда мы ездим по дороге, выключаю, опять регистратор показывает, я же не буду постоянно ездить с включенной камерой, оно мне не нужно с включенным регистратором. Мне нужно видеть, что происходит сзади. Я опять же такой, кнопочка у меня здесь есть, ее можно поставить в любое место, переключил, у меня в вычное зеркало. И если не знать, что в этом зеркале стоит камера, то даже в принципе не догадайся. Это не камера, а экран как бы стоит, да, смотрите как хорошо. Можно было, конечно, регистратор не ставить, но я уже захотел сразу с регистратора, потому что предложили либо просто зеркало и камера, но учитывая, что я подключил еще регистратор, а регистратор для того, чтобы включался автоматически, нужно вывести на зажигание, чтобы когда мы зажигание включаем, прикуриватель-то у меня свободный постоянно, когда я включаю зажигание, у меня автоматически включается регистратор и пишет, что происходит впереди. И тут уже нужно было разбираться, куда как подключить, то есть к зажиганию, ну это, честно говоря, лучше заплатить, чем куда-то что-то не так подключить, спалить как бы регистратор, либо камеру, либо зеркало спалить, то есть смысла нет. Установка этого всего дела обошлась мне в 600 гривен, ну где-то может поставить и дешевле, где-то поставить можно дороже, то есть на электрии взял 600 гривен, по работе, по времени это было около двух часов, там чуть больше, чуть меньше, там пока мы там печку растопили, там на улице холодно, пока то, пока все. Ну зеркало понятно, вообще легко ставится, оно смотрите, снимается, раз на защелочках мы сняли, зеркало снято. Здесь, кстати, на зеркале есть еще три кнопки, там контраст регулировать, яркость и так далее, но я этим тоже не пользуюсь, оно в принципе нормально все показывает, поэтому оно все очень легко ставится, легко снимается, но снимать я его постоянно не буду, это я вам так показал. Сейчас смотрите, попробую поподъезжать к чему-то, включил камеру, причем смотрите, на улице сейчас видите, такая погода, ну пасмурная, серость, а когда смотришь на камеру, оно освещает, то есть как бы и сок типа подымает, то есть как бы ночью, даже я вчера вечером когда ездил, понятное дело, что шума появляется, снижит как бы в ночное время, но как бы видно лучше, чем скажем, ну на улицу смотришь, вроде бы темно, смотришь на камеру, не сильно вроде и темно, но как бы осветляет, то есть это очень хорошо. Вот смотрите, назад сдаю, сразу видно, парковочное место, я захожу, вижу, что мне надо доехать, сугробы видно, все видно, видите, я доехал до линии, стал, все, дальше мне сдавать не надо. Ну вот такое освещение получается ночью, то есть фонари горят, но так тускленько светит, я покажу сейчас, как камера в такую пору показывает. Ну примерно вот где-то так видно, потому что я сейчас тут, конечно, поигрался с ISO, там чуть-чуть, видите, вот люди идут, не знаю, на камере видно, не видно, но вот видно люди ходят, я там тормоз нажимаю, видите, становится более красное, отпускаю, становится понятно тускнее, вот видно сзади дерево, такое огромное, да, сзади большое дерево, вот я сдаю. Это при том, что ночью, то есть, понятное дело, когда я включаю заднюю передачу, сзади включается фара белого света, но оно подсвечивает, сразу видно, что там происходит. На парковке супермаркета, ну вот примерно вот такое освещение, сейчас покажу на камере, как оно видно. Вот на парковке ночью примерно вот такое изображение получается, вот люди проходят, видно. Или на парковке вот сдаешь, а там сзади, смотрите, столб стоит, да, так можно не увидеть его, что он там есть и шмякнуть. Вот я по зеркалу смотрю, сейчас я вам покажу, смотрите, по зеркалу, я не могу понять, честно говоря, по зеркалу, сколько там расстояния. Вот есть еще там расстояние или нет, но вот на камере я точно вижу, что еще можно сдавать назад. Я могу еще смело сдать, все, видите, я стал до столба, до этого поня, точно я ничего не ударю. Сейчас выйду, покажу с улицы. Ну вот смотрите, если бы камеры не было, подъехать было бы так тяжело, потому что оно непонятно, когда в зеркало смотришь, Оно там не сильно понятно, там, как бы, до расстояния с этой стороны, понимаете? То есть есть там расстояние или нет, то есть можно что-то ударить, нет, по камере все четко видно. Ну вот смотрите, как хорошо видно, да, что сзади? Сразу видно, как в ряд попадает машина. Тут уже тяжело промахнуться. Я по полоску подъехал, все, я знаю, что мне дальше ехать не надо, потому что вот мой ряд заканчивается, ну, мое парковочное место. Кстати, как камеру сюда прикрутили, вот эта вот блестящая накладка, она пластиковая, ее сняли полностью, сделали две маленькие дырочки, прикрутили камеру. Здесь там единственное, там, для провода немножко проточили, чтобы провод, ну, не пережимать зашел, и все, то есть ничего не пришлось, никаких дырок делать, ничего. Оно все хорошо держится на двух болтах, мертво. То есть такую камеру можно поставить хоть на Мерседес, хоть на Жигули, оно везде можно его прикрутить. Ну и не видно практически, что она стоит, только если присесть, это камеру видно. Сейчас покажу вам, ради чего еще стоит поставить камеру заднего виза, это когда машины стоят вот так елочкой, и вам нужно выехать с такой парковки. Мы когда назад сдаем, аж не видим, что сзади. И получается, что мы выезжаем на дорогу, сзад уже на полряда вылазит, только потом мы видим, что происходит. Сейчас покажу вам. Смотрите, обычно что происходит, мы голову поворачиваем назад, а сзади машина обзор перекрывает. Мы сдаем назад, он раз, газель пролетела, только что сзади. Я не вижу, вот машины проезжают, вот я не видно, что там происходит сзади, сдаю, ничего не понятно. Но у меня же есть камера заднего вида, а здесь видно, что машины едут, видите, вот едет вот с угла. Так головой я еще ничего не вижу, не так, не так, вот я камеру заворачиваю, возле головы держу, ни с одной стороны, ни с другой не видно. Видите, он жип раз пролетел, а здесь-то на камере видно, смотрите. И зад у меня еще не торчит на дороге. Я еще потихоньку сдаю, вот вижу опять с угла кто-то едет по моему ряду, понятно, стою, жду, пока попроезжаю. Вот автобус, смотрите, раз, проехал микроавтобус. Вот как бы ради этого стоит поставить камеру заднего вида. Смотрите, вот поток идет, я стою, не дергаюсь, потому что понятно, я сейчас немножко выйду, могу кого-то цепануть. Вот попроезжали машины, теперь можно выезжать. Выезжаю, выезжаю, но его только теперь я увидел, смотрите, у меня зад на полдороги, только теперь я увидел, что происходит сзади. А зад-то уже на ряд выехал. Ну и ради таких моментов, чтобы вот так можно было выехать безопасно и стоит ставить камеру заднего вида, это как бы еще один плюс к камере, да, что как бы не просто видно, что сзади, а из таких парковок даже выезжать гораздо удобнее. Или вот параллельная парковка тоже упрощается в разы. Проехал вперед, встал, задняя передача, завернул и видно, сколько на сколько сдавать назад. Я уже приловщился, но примерно вот по желтое я доезжаю, по желтое закидываю передок, все, я знаю, что точно я стану ровно под бордюрчик. Все, заехал встал, вот впереди еще куча места и сзади куча места. Можно поставить колеса ровно, но сдать еще назад, вот так, чтобы заднего не поджать. Потому что голову повернуть, смотрите, кажется, что уже машина сзади близко. А здесь видно, ну расстояние еще нормальное. Сейчас, кстати, включу регистратор, но тут меню у него обычное. Вот видите, кнопочка красная мигает такая, да, шарик, это говорит о том, что идет запись. Сейчас нажимаю на кнопочку, выключу запись и менюшку вам так лисну по-быстрому. Видите, обычное меню, разрешение, цикл записи. Ну, кто с регистраторами сталкивался, у них похоже у всех меню. Ну, цикл записи, там, штамм даты и времени. В общем, все, все, у них идет обычно, как бы это время, язык, частота освещения. Это вообще не знаю, что такое. Поворот изображения, вот это верх ногами, оно можно переворачивать его. Формат, перезагрузить версию. Ну, в общем, простое меню, не сильно такое обширное, но как бы достаточно. Потому что, ну, регистратор мы используем уже не как обычную камеру, как регистратор, он должен регистрировать, что происходит впереди, и записывать. И если что-то произойдет, вот тогда нам нужна будет информация. Ну, и включается, как бы, понятно, регистратор автоматически. Я включаю зажигание, запускаю движок, и через определенное время, скажем, да, включается, видите, включилось, и сейчас пойдет запись автоматически. Хлоп, шарик, видите, красный такой, за это самое, замигал, говорит о том, что идет запись. То есть автоматически. Я выключу движок, и, понятное дело, регистратор перестанет писать. Я, кстати, изначально планировал камеру заднего вида выводить не на зеркало заднего вида, а на магнитолу. Ну, там такие цены, что я подумал того, что, ну, заказов где-то нужно будет либо с Алиэкспресс, либо откуда-то везти. Это будет дорого, ну, и долго по времени. И тут подвернулся хороший вариант зеркала поставить. Причем, я думал, маленький экран будет, но экран на самом деле не маленький. Кстати, думал, что в Li-Fi монитор больше, он просто на панели здесь, и кажется, что он вроде больше. А в зеркале, на самом деле, он такой же. Смотрите, вот здесь вот 5,5 см на 9,5 см. То есть точно такой же и в зеркале у меня стоит. Я что-то думал, что в Li-Fi больше. Ну, и здесь, смотрите, я мерю тоже 9,5 см, и так тоже 5,5 см. То есть такого же зеркала по размеру, как на Li-Fi. Сейчас я вам покажу, сколько стоят магнитолы, чтобы вы понимали. Ну, просто, чтобы можно было камеру, скажем, вывести. Вот сейчас на e-каталог я зайду, я его периодически рекламирую. Поэтому магнитолы, значит, смотрите, я поставлю вот автомобильный фильтр, двухдиновую, и нам надо поставить, чтобы камера заднего вида туда, вот для камеры заднего вида, 109 моделей, показать. Вот по популярности нам не надо, вот дешевых дорогим я поставлю, ну, чтобы было видно там дешевые. Ну, вот двухдиновая магнитола, самая дешевая, 1800 гривен. И то какая-то непонятная, что это за магнитола вообще. То есть, мне обошлась камера, регистратор и зеркало, тысячу, ну, то есть полторы тысячи это стоит. Если покупать просто само зеркало и камеру, это будет ну, до тысячи. Ну, и плюс, понятно, электрику надо гривен 500-600 заплатить, чтобы он это все поставил. Но если ставить, к примеру, магнитолу покупать, ставить, то же, если вы сами не поставите, то будет установка еще дороже. Потому что надо будет мало того, чтобы поставить магнитолу, плюс нужно еще вывести камеру заднего вида. То есть, это тоже все деньги. То есть, бесплатно же никто вам ставить не будет. Есть, конечно, варианты, еще можно не на зеркало вывести или магнитолу. Есть еще отдельно продаются мониторчики. Но мониторчики тоже, как бы, это же опять же таки, надо его куда-то лепить. Его будет видно, что оно там стоит. Это кто-то будет, какой-то наркоман, идти, может разбить стекло, забрать. Поставим, что вы не будете забирать с собой этот мониторчик. То есть это уже немножко напрягает. Хочется, чтобы оно работало все стационарно. Ничего не надо было вынимать, домой нести, чтобы пришли, сели, запустили движок, поехали. Включили сзади, у вас включается камера. И вам не нужно было с собой в кармане носить какие-то мониторы. Это не комфортно. Если оно все не работает стационарно, то это уже не комфортно. Я ссылку в описании оставлю, где можно купить камеру заднего вида, да, с зеркалом. И на e-каталог тоже ссылочку оставлю. Кто захочет там сцены сравнить, где дешевле, где дороже, посмотреть. То есть тоже можете заходить, смотреть. Но если вы не хотите вообще заморачиваться с установкой камеры заднего вида, можно купить сразу автомобиль, в котором будет камера заднего вида. Примерно, как в этом автомобиле Nissan Leaf. Купили себе электромобиль от компании Электро Украина. И катаетесь, и ничего ставить не надо. Но получается тогда еще дороже. По поводу, кстати, зеркала заднего вида, как прямое его назначение. То есть мы же не просто камеру на него выводим и все. Нам надо смотреть, что сзади происходит. Зеркало немножко притонировано. И это является одновременно плюсом и одновременно минусом. Почему плюсом и минусом? Скажем, автомобиль, если у вас затонирован, как вот у меня сейчас сзади затонирован, ночью чувствуется, что зеркало притонировано, сзади тонировка, вида на процентов 15 хуже. Если автомобиль не затонирован, то наоборот это плюс, потому что заднее стекло, когда сзади едут машины, слепят вас сзади фарами, как раз зеркало притонировано, оно не так в глаза бьет. То есть оно как бы является плюсом. Если ездить днем, ну, в светлое время суток, то как бы, ну, хоть затонировано машина, хоть нет, сзади вида все отлично. Сейчас вам нарезочку такую сделал. То есть одно зеркало затонировано, второе нет. И машины точно так же с тонировкой и без тонировки. Вот это с тонировкой. Это на V у меня, ну, где и стоит сейчас камера. Вот так вот оно видно на одном зеркале и на втором. То есть вот это притонировано, вот это второе не притонировано. Ну, вот так вот на разных камерах я поснимал, потому что, то есть, ну, посмотреть, чтобы было где лучше видно. Видите, вот такая разница. Вот это уже на не затонировано. Это я зеркало взял и повесил на Nissan Leaf. Nissan Leaf не затонировано. И вот видно, что на зеркало, где притонировано, то видно лучше. Видите, вот фары машина едет, она подслепливает, ну, там, где не затонировано. Где затонировано, оно еще лучше получается. Вот сейчас смотрите, едет машина, вот в одном зеркале видно, что она нормальная, во втором она подслепливает. Ну, в общем, то, что я вам и говорил, это и плюс, и минус, зависимо от того, тонировка есть у вас в машине или нет. Смотрите, еще какой момент я заметил. Это то, что касается загрязнения, скажем, камеры заднего вида. На всех хатчбеках есть щетка-стеклоочиститель заднего стекла. Почему? Потому что вся грязь летит у хатчбека, в лифтбеках у них летит назад. Потому что база короткая получается. Видите, заднее колесо сразу заканчивается зад, и воздухом затягивает всю грязь на заднее стекло. Поэтому стоит дворник. И понятное дело, что камера здесь пачкается тоже больше. Потому что на седане на моем, на OVU, я камеру поставил и заметил, что камера не так сильно пачкается. Смотрите, то, что я вам и говорил. Видите, колесо получается стоит далеко, зад длинный, и грязь не так летит спод колес. То есть не так засасывает ее сюда назад грязь, и камера не так пачкается. Ну что меня и устраивает. На седане сзади нет никогда дворника, потому что грязь не так летит. Ну я же говорю, и камера поэтому меньше пачкается. В общем, ставьте камеру заднего вида, и будет вам счастье, как говорится. В общем, думаю, информация будет для вас полезна. Если видео понравилось, ставим лайк и подписываемся на канал. Также буду добавлять еще новые видео с полезной информацией для вас. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.